Тема, коллеги, она, наверное, вечна, потому что мы помним нашего одного из руководителей, который обещал нам показать 70-е годы последнего преступника, и тем самым, наверное, тема рециализации была бы не нужна. И действительно, человек с судимостью, он практически нигде не нужен и везде ему отказывают. Сейчас ситуация немного поменялась, по крайней мере, она поменялась очень сильно в Москве за последнее время. Мы как раз пытаемся научить представителям права, как им лучше и эффективно организовать свою работу и работать именно как организация. Это достаточно доступно и коллегам очень интересно, потому что с нами работают и представители высшей школы, высшей КНДУ, и представители степенов, сообщественные органы, исполнительные власти. Я сегодня здесь нахожусь по приглашению фонда помощи заключенным. При содействии общественной палаты, комиссии по безопасности проводится конференция по ресоциализации освободившихся из мест лишения свободы. Как представитель христианской церкви, лютеранской, я вижу очень важную площадку, которую мало используют священнослужители. Здесь площадка, это очень хорошее. Я всегда рад. Вот сейчас есть Ивановский альянс, я вижу, подключается к тому, чтобы участвовать, помогать. Он не хочет быть первым, он не хочет быть не вторым, он хочет быть каким-то пятым, шестым. Он не рвется к этому. Но его цель и задача для того, чтобы консолидировать, объединить тех служителей, тех людей, которые занимаются социальной реабилитацией, или социальной помощью, или правозащитной помощью, или же какими-то другими вопросами, используя тот потенциал, который есть среди евангельских верующих. Сейчас мы ведем серьезную работу с Московской теологической семинарией, чтобы выпускать подготовленных капелланов для тюрьмы. То есть люди, которые могли бы быть капелланами в тюрьме. С сентября этого года эта программа заработает. В принципе, как бы, соглашение совсем есть? Пока нет. Пока нет. Дело в том, что из-за того, что, ну, как бы, разнообразие разных организаций, в том, что есть Баптисты, там, и Пятидесятники, и Адвентисты седьмого дня, и так далее. Мы говорим, давайте, вот, Апсин говорит, объединитесь вот в одну, и вот мы с вами заключим договор. Чтобы конкретно с кем-то работать, реже, да. Есть люди, но, как бы, адаптировать их к рынку, правда, очень сложно. Мы видим сейчас политика такая, что мигрантов будут немножко вытеснять. Мы бы хотели, вот, чтобы объединить всей России вот этих людей, именно вот через, они прошли адаптацию, восстановили документы, но они дальше хотят заработать. Нет, ну здорово, дело-то хорошее. Я же тоже этим занимаюсь, и мы с вами говорим об этом. Вы про это уже сказали. Надо просто, да, объединить усилия. Сегодня в общественной палате прошла очень важная и значимая конференция, посвященная помощи людям, которые выходят из тюрьмы. И реабилитация таких людей, которые имеют тюремное прошлое. Для Российского Евангельского Альянса это очень важная и злободневная тема, потому что многие евангельские церкви через свои реабилитационные центры, через другие социальные службы имеют непосредственное взаимодействие с людьми, которые недавно освободились из мест лишения свободы. В основном такие люди не имеют документов, не знают, как социально адаптироваться, как найти работу, потому что их никуда не берут, потому что боятся, что произойдет очередной рецидив. В этой связи очень важно подготовить специальных социальных работников, людей, которые бы могли быть такими тюремными капелланами в тюрьмах, для того, чтобы нести евангельский свет, работать как с христианами, так и не с христианами. И Российский Евангельский Альянс договорился о важной встрече для того, чтобы эту работу как-то зафиксировать и разработать некую дорожную карту, как Российские Евангельские Церкви могли бы участвовать в этом очень важном и социально значимом служении.